Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланиям к евреям первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор пятой главы этого послания. В этой главе апостол продолжает свою беседу о первосвященстве Христа, можно сказать, о дорогом его сердцу предмете, с которым ему не хотелось бы слишком быстро расставаться. Сначала он объясняет характер первосвященнического служения вообще, об этом с первого по третий стих. Далее. Говорит о необходимости особого призвания к этому служению. С четвертого по шестой стих. Говорит, какие требуются качества для исполнения этого служения. Это с седьмого по девятый стих. И последний, это с одиннадцатого по четырнадцатый, укоряет евреев за то, что они не достигли такого совершенства в познании, которое могло бы сделать их способными проникать в более сокровенные, мистические части Писания. Ну, есть тут и некоторые другие темы, то, что связано с десятом стихом. Итак, первое, что мы видим в этой главе, апостол Павел объясняет характер первосвященнического служения в целом. Указав в четвертой главе на преимущество, что мы имеем такого первосвященника, который был искушен во всем, кроме греха, значит, он может и нас понять. Теперь он говорит о достоинстве этого служения. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Здесь постепенно апостол Павел выходит на совершенство Христа как первосвященника, говоря о том, что и земной первосвященник, религиозный лидер, он должен приносить жертвы за грехи народа Божия, он должен снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И здесь, в этом сравнении, он уже показал величие Христа, который не нуждался в жертве за себя самого, а является жертвой за грехи всего мира. «И если земной первосвященник должен сострадать, то какая же любовь Божия в своем величии, что он умирает за нечестивых, как в послании к евреям апостол Павел пишет, что Христос умер за нечестивых, и добавляет, едва ли кто умрет за праведника». Почему он делает это добавление? Во-первых, праведников нет. Человеческая праведность, как пишет пророк Исаия, как запачканная одежда. Ну а те, которые считают себя праведными, они не нуждаются во Христе, потому что они слепы и не видят того, что все согрешили и все лишены правды Божьей, что нету праведного ни одного. Далее говорится о необходимости особого призвания к этому служению. Об этом 4 по 6 стих. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемой Богом, как и Арон». То есть даже земные первосвященники, они не сами по себе восходят на такую вершину, но, как избранники Божьи, призываются Богом. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, то есть Бог Отец, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мельхоседека». Что значит «по чину Мельхоседека»? Еврейское ветхозаветное священство было по чину Аарона. Не все левиты могли быть священниками, только те левиты, которые были еще и потомками Аарона, вот они могли быть священниками. А что значит «по чину Мельхоседека»? Мельхоседек в Библии – это человек безродословный, который появляется на странице книги «Бытия», и Авраам, религиозная вершина Ветхого Завета, дает ему десятину и почитает его как священника. Христианское священство, оно тоже не по чину Ааронову, мы по чину Мельхоседекову, в том смысле, что для нас не имеет значения родословие, происхождение человека, если он имеет какие-то соответствующие качества, его призывают на священство. Далее говорится о том, какие требуются качества для исполнения этого труда. Это 7 по 9 стих. Мы читаем в Евангелии, что Христос часто по ночам уединялся, оставлял всех и поднимался на горные вершины, чтобы там в уединении молиться. Хотя Он и Сын, если Христос Сын Бога Отца, то Он Бог. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, ведь Он воплощенный Сын Божий, который не только истинный Бог, но и истинный человек. Однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. его страданиями, его молитвы, особенно его первосвященническая молитва, источник спасения для людей Церкви. Далее, вот 10 стих, «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхоседека». То есть, когда происходит замена Завета, меняется и священство, о чем говорится в Библии. И Христос – это первый первосвященник христианской Церкви, глава Церкви. Далее, апостол Павел уверяет евреев за то, что они не достигли того совершенства в познании, которое могло бы сделать их способными проникать в более сокровенные и мистические тайны Слова Божия. И мы читаем с 11 стиха, «О сем надлежало бы нам говорить много», то есть, о преимуществах нашего первосвященника, несколько глав посланий к евреям посвящены этой теме, «но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Сразу возникает вопрос, а почему один человек слушает и все понимает, а другой оказался неспособен слушать? Это от отсутствия сердечного внимания к этим словам. «Ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». То есть, хотя многие годы люди пребывают в церкви, в общении со Христом, в Его таинствах, по многим вопросам, они как дети, которых надо обучать основам веры, питать молочком, а не твердой пищей серьезного богословия. 13-14 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Кстати, в Библии само Слово Божие, Библия, сравнивается с молоком. «Возлюбите чистое словесное молоко», сказано. Но если люди ограничиваются только Библией и не исследуют Библию вместе с Церковью, они еще не научились серьезно разуметь Писание как нечто более твердое и серьезное, чем молочком. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства, навыка приучены к развлечению добра и зла». И вот Блаженный Августин объясняет 14-й стих. Если кто захочет здраво все, что сказано, воспринять согласно букве, то есть понять не иначе, как гласит буква и сможет избежать богохульства и все несообразное объяснить согласно вере Вселенской Церкви, то нам надлежит ему не только не препятствовать, но прежде всего отнестись как к высшей степени достойному хвалы человеку понимания. То есть если кто-то в начатках держится веры, ну хотя бы так. Августин продолжает. «Но если нет иного выхода и верного пути для благочестивого и достойного Бога понимания, написанного в Писании, иначе как в виде образа или иносказания им доверимся». То есть надо довериться тем, которые не буквально все понимают, а именно духовно. «И носителям авторитета апостольского, то есть епископам, которыми столь много разрешается загадок из книг Ветхого Завета, проясняется неясности, их образу и предписанию внимательно допоследуем с помощью того, кто нас подвигает, просить и искать, и стучаться в двери». Господь нас подвигает проситься, искать, и стучаться в двери познания. «Дабы все те образные смыслы, которые к истории или к пророчествованию относятся по вере вселенской, мы объяснили без предубежденного суждения о том, кто лучше или тщательнее толкует, из нас ли, из других ли, кому Господь удостоит открыть. Это цитата блаженного Августина из книги «Бытия против Манихеев». Есть такая работа Августина. «Сам Августин научился понимать духовно многие вещи, которые нельзя понимать буквально, слушая проповеди Амвросия Медиаланского святителя, который очень интересно использовал духовное истолкование аллегорическое, как и сказано в Библии, духовный, о всем судят духовно. Тогда еще Августин был манихеем, а манихеи как раз обвиняли христиан в том, что если буквально понимать Библию, то многое там несуразно. И Августин сначала как манихей поддерживал эту точку зрения, но когда он услышал боговдухновенные, духовные, аллегорические, типологические наставления святителя Амвросия Медиаланского, он понял, что не все так просто. Итак, сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, мы сделали обзор пятой главы послания к евреям первоверховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор вместе с вами шестой главы этого богодухновенного послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах и берегите себя. Также и спрашиваем ваших молитв за то служение Слова, которое мы совершаем на библейском портале. Продолжение следует... Продолжение следует...